Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Володь на пару! Сегодня будем разговаривать, потому что последний день, когда я разговариваю. Да! Завтра, может быть, я буду... Я, если честно, даже не знаю, чем я вас буду развлекать, учитывая то, что я еще тоже не фонсан, как разговариваю. Будешь, как не мое кино, показывать? Бася, ну что тебе надо? Активное. Сегодня пошел дождь, опять похолодало. Завтра 15 градусов, а с пятницы, что ли, 28 опять обещают. Ну, обещают, они только обещают, ничего не дают. Нет, ну почему? Раз 15 обещали, то сделали. То и 28, может быть, сделают. А сегодня я, в общем, все как бы готовила, ну, чтобы уже все было к завтрашнему дню. Я сняла видео, как и обещала, про подарки. В четверг оно выйдет, но сегодня вы уже получили видео на моем канале. Вы заметили, да, что я стараюсь теперь два раза в неделю выкладывать по определенным дням. Ну, у тебя хватит видео, да? Вроде да. Ну, если не хватит, буду растягивать как-то. Ну, я думаю, что что-то там уже буду разговаривать в конце концов. Ну, я разговариваю, но я же не могу так сидеть и разговаривать. Ну, ты сиди и разговаривай. Значит, вопросы, на которые будем сегодня отвечать, следующие. Просто вредно спрашивают, в каком интернет-магазине вы заказываете корм для своих питомцев. Интернет-магазин Пятшоп называется. Ирина Гнедышева, вопрос. Куда лучше пойти на Шопинг Санта-Крус, где купить все необходимое для отдыха? Где вы были, что за аллея с магазинами в Санта-Крусе? Значит, это улица главная у них идет в старом городе. Вот, в площади Каталуния, наверх. Опять кошка есть, пошла. Кошка изображает, что она все уже не холодная. Да. И два торговых центра, которые мы посетили. Это Эль-Корет-Энглес, он находится прямо рядом с автобусной станцией. Для тех, кто на машине поедет, там бесплатная парковка. То есть, можете там машину оставить. И второй, я не помню, как он называется. Ну, не знаю. Меридиан, что ли? На букву М, по-моему. Там Праймарк есть. И Конфорама. Ну, тот магазин очень большой. Мы даже кроме Праймарка никуда и не ходили. Да. Вот. И он какой-то непонятно как сделан, да? Он, по-моему, треугольником сделан. В общем, непонятно. Вопрос от Светы Бер. По поводу, видимо, того, как мои родители два года не разговаривали. Не разговаривать два года, это как? Наверное, очень веская причина. А как же ДРН, Новый год? Это значит не только не разговаривать, но и не ходить. И тем более не ездить вместе даже к родственникам. Мои родители переписывались записочками. И мы жили в городе, в котором не было наших родственников. Но если к нам приезжали за это время, к нам часто очень приезжали в гости, тоже, в принципе, все договаривали. Не волнуйтесь, все было нормально. Только не разговаривали. Друг с другом. Да. Вопрос от Натальи Гурьевой. А вы уже протестировали Клоранс? Аня, если можно, пару слов о лифтинг-сыворотке. Ну, Аня еще не пользовалась лифтинг-сывороткой. Нет, сейчас я уже пользуюсь в неделю. А я уже отпользовала пузырек. Ну, вообще, вы понимаете, она не то, что лифтинг даже. Не имеется в виду, что прямо идет сильная подтяжка. Она очень хорошо дренирует. Она, во-первых, очень быстро впитывается. Да, моментально. Моментально. Просто там ничего не успеешь с ней сделать, кроме вот этого, как нам показали, вот такими движениями. Небольшой массаж наверх, по массажным линиям. И наносить можно всю жизнь под любые кремы. То есть ее наносят первой. Даже сыворотка, которая выравнивает тон кожи, она уже идет следующей. Хорошая, хорошая вещь. Отечность убирает, контур хороший становится. Мне нравится. И вся, в принципе, калоринс, калоранск. Мы уже долго им пользуемся. Как долго, с начала лета только. Ну, все равно, это уже долго. Ну, уже можно сделать какой-то вывод от тех сель, с которыми пользуемся. Мне нравится. Мне очень нравится. У меня нет с этой маркой высыпаний на лице. То есть у меня нет негативной реакции кожи на эту марку. И, в принципе, ну, такая плотненькая, хорошая кожа. Мне нравится. Вопрос от Life in Sani Siberia. Как вы относитесь к косметике Виши? Вы знаете, я относилась к ней хорошо раньше. До того, как купила, и я, по-моему, рассказывала, что я купила два крема Люстре, дневной и ночной. Кто за меня написал, что эти кремы очень сушат? Ну, они-то не то, что сушат. Они делают кожу какой-то жыхлой, что ли. В общем, мне эти два крема абсолютно не понравились. Потом я уже читала, что у них есть этанол. Ну, в общем, опять камера шалит. В общем, я вообще не поняла, как может вот такой состав быть у якобы аптечной марки. Ну, в очередной раз, в общем, я разочаровалась в аптечных марках. Хотя Виши есть, как бы, Виши – это единственная термальная вода, которая мне подходит. Потому что от всех термальных вод у меня очень сильное раздражение на коже. Ну, какое-то такое у меня двоякое. В Виши никак не отношусь, потому что я никогда не пробовала эту марку. И объясню, почему. У меня какое-то такое отношение к аптечным маркам в противовес общему мнению, что в аптеке продают все самое плохое. Вот, честное слово, я там ничего никогда не покупаю. Не знаю, у меня вот какое-то такое предубеждение. Поэтому я решила, никогда в жизни не покупала. Вопрос дополнения от Life in Sani Siberia по поводу хамства. Уточняю, допустим, в очереди перед вами лизит хам, острый язык, или вам хамит работник магазина. Просто помолчите или поставите на место. Ну, у нас в Москве сейчас работники магазина не хамят. Очень редко. Они очень достают... Да кто? Вот где нам, как? Иногда хамят. Как? Ну, как-нибудь. Они, наоборот, достают своей тепорюбезностью. Вот хамство, я не знаю. И, вы знаете, достают своей вот этой якобы осведомленностью. Никто, на самом деле, ничего не знает про... Да не про что. Никто, конечно, но большинство ничего не знают про ту тематику, в которой работают. Особенно о том, как женщине стоит одеваться. Они предлагают какие-то абсолютно идиотские вещи, но при этом вот очень настойчиво. А если хамы в очереди, то... А где очереди сейчас? Не, ну, я думаю, что поставить на место. И мы с тобой делаем это по очереди, и каждый друг друга дергивает, когда кто-то из нас начинает разговаривать, вступать в этот разговор. Ты не знаю, я даже не помню, где, что, когда... В Дикси очень часто это бывает. А-а-а, ну, Дикси, да. В Дикси очень интересный контингент, вот именно людей, которые, я не знаю, может быть, из-за агрессии, которая внутри, прям нарываются на какой-то спор. И в Дикси это часто бывает. Потом вы же знаете, что мы ходим, ну, в продовольственные магазины мы ходим в основном ночью. Там людей нет. Да, вот Дикси у нас почему-то работает только до 11, поэтому приходится днём там иногда. Ну, это очень редко бывает. Мы всегда со всеми местными в нашем районе, продавцами, кассирами, мы все в хороших отношениях, и, в общем, нам никто никогда не хамит. А в Лошане там всё так безразлично, в таких магазинах. Там просто тюкают и тюкают, тюкают, пробивают и пробивают. В общем, вот так. Вопрос от Светланы Гурман. В каком времени и в каком месте вы бы хотели жить? В прошлом времени, я имею в виду. С какими людьми общаться? Кен, вы там себя представляете. Аня, по-моему, даже знает, кто она была в прошлом, да? Ну, или ты настраиваешься на то, что я была англичанкой. Да это я так предполагаю. Ну, не знаю, в каком времени. Когда-то, довольно давно, я хотела жить, вот знаете, вот такое, в начале 19 века. Но потом я посмотрела фильм Кейтли Лео и рецензии на этот клип, и поняла, что да, действительно, как-то вот без нормального душа, нормального туалета, ну, как-то не хочется. Вы знаете, вот только сейчас я начала думать, конечно, над этим вопросом. Вася, подожди. И, наверное, я бы хотела снова жить вот в том времени, начиная где-то с 60-х годов прошлого века. Потому что столько было открытий, столько всего было интересного, столько всего захватывающего, что просто, ну, невозможно представить еще какое-то время, в котором было бы все так... Вот я тоже думаю, что примерно в это время, потому что вроде как все современное было, но при этом у людей были какие-то такие красивые идеалы еще. И вот это было очень интересно. И можно было гулять, закрывая двери, выходить из дома. Ну, в общем, такое... Еда была еще нормальная, не пластиковая. Еда была вкусная. Ну, в общем, может быть, в Америке. Потому что, да, действительно, конечно, с комфортом, там, до войны даже, дело обстояло плохо. А кем бы я себя хотела бы видеть? Ну, мне бы, конечно, хотелось чем-то творческим заниматься. Кино, может быть, не знаю. А больше всего я бы хотела жить в будущем. Когда будут изобретены лекарства от основных вот этих страшных болезней. И чтобы вот что-то изобрели такое, чтобы люди умирали без боли. И вот это самое страшное. Не старость страшна, а страшно, что все болит. Вот чтобы такое что-то изобрели в будущем. Ну, и в будущем, если бы я жила в будущем, я бы хотела в сфере красоты работать. Там, наверное, еще интереснее. В сфере красоты. Там, наверное, еще интереснее. Уже будет без операций, все. То есть меня просто меньше волнует, чем в будущем. Вопрос следующий. От Эхидны и Тифона. А напишите, почему вы выбрали такой ник? Да. Анна, когда мы увидим твою милую личико при всем параде? Так я же уже красилась много раз. Вчера, например, красилась. Вы просто не замечаете, когда я крашу. А, и здесь же вопрос. У вас нет балкона? Нет, у нас нет балкона. У нас нет балкона больше. Потому что вечером можно выходить и дышать свежим воздухом. Ой, мы вчера, когда по Тверской шли, мы когда по Тверской вчера шли, тротуар расширили, и все рестораны, все кафе теперь вынесли свои эти веранды. Я иду и говорю, нет, я все равно не понимаю, что за радость сидеть на Тверской, на улице, дышать этой гарью, там четыре в одну сторону и три в другую сторону потока автомобилей, и сидеть там что-то есть. И такой шум, это будет хорошо. Да, поэтому, вы знаете, ну, даже у кого у нас есть балконы, у людей... Те редко выходят. Те очень редко выходят. Особенно, когда на Тверской смотришь, кто-то вышел на балкон дышать свежим воздухом. И вообще, это странно в нашем районе выглядит, когда кто-то выходит на балкон, потому что, ну, как бы, это такое место, где люди работают, отдыхают, всегда куча народу, и вдруг кто-то выходит в халате на балкон. Ой, я когда в Неаполе была, я приехала, а не рассказывала. Ну, Неаполь, центр города. Какая-то бубуленция. У них там балкончики, на балконах очень много цветов стоит, и какая-нибудь бубуленция в этих попелетках, в халате в каком-то, выходит, обозревает все это. Ну, там так это интересно все органично смотрится. А у нас, знаете, когда моя свекровь приехала первый раз из Баку в Москву, первый ее вопрос был после прогулки. «А у вас что, люди белье не стирают?» Я говорю, «Как это не стирают?» Ну, а нигде никто ничего не сушит. Потому что у них в Баку, у них там, знаете, от одного окна вот так к другому, параллельно окнам, протягивают веревочки, и потом их как-то вот так вот перетягивают и на веревку развешивают белье. В общем, там весь город вот в этих флагах на башнях, представляете? А у нас, значит, в Москве все грязнули, никто не стирает белье. Я представляю, как у нас бы сейчас на Тверской полоскалось бы белье на смежном воздухе. Вопрос от Ирины. У вас были еще животные до Мани с Басей? Что с ними было? Жили до глубокой старости и сами уходили? Или вы усыпляли кого-то? Никого не усыпляли? Только одну кошку брата пришлось усыпить, потому что она очень страдала, у нее было несколько заболеваний. Сразу несколько заболеваний, и при этом они жили вместе с Маней, и все могло перейти на эту кошку. И так как она была не наша, сына моего, он просто в это время очень серьезно болел. И я его спросила, он сказал, да, усыпляйте. Я в кабинете не была, был Анин, муж, зять мой. В общем, я этого ничего не видела, но у меня до сих пор совесть меня мучает, и не в порядке у меня там все равно в голове. Ну, с другой стороны, вот наш кот, например, он очень-очень сильно страдал перед тем, как умер. Тут тоже вот неизвестно, что... Но и котам мы до последнего, у нас были кот и собака, Шмоня и Чика. Чика, собака пекинеска была. Я их купила, погодки они были, и они также и ушли друг за другом. То есть каждый прожил ровно 10 лет. И после этих животных я сказала, что я вообще никого брать не буду, и у нас не было животных 6 лет. И потом вот мне эту красавицу, Васю, подарили на 60-летие вот эти вот два ребенка. И мы пообещаем, что у нас больше не будет кошек вообще. Ну, зато у меня аллергия, очень много шерсти. И тут вас и Маня приводила к нам в дом. Да. И опять у нас кошка в салат. Вопрос от Ирины Гордеевой. Расскажите, что вам интересного дарили на день рождения? Чем из старых подарков вы до сих пор пользуетесь, если такие есть? Что еще на день рождения дарили? Да, интересного. Много было разных подарков. Просто один подарок я его запомнила на всю жизнь. У меня папа уехал работать в Сирию. И у меня же в августе день рождения. А он там купил мне кулончик. Ну, может быть, помните, были такие модные с Нефертити кулоны. На 20 лет он мне купил этот кулон и с Аказией с кем-то отправил. И, в общем, этот кулон гулял по всему миру. И в Париже он побывал. И где-то там еще он побывал. Людям передавали от одного к другому. И ко мне он приехал в декабре месяце. Представляете? Вот этот подарок я, конечно, запомнила. Верк, я его ждала очень. Во-вторых, мы все уже начали волноваться. Думали, что он потерялся. Нет, привезли. Такое внимание было. Я думаю, что у меня самый-самый-самый запоминающийся подарок. Его, конечно, нет со мной, потому что это поездка в Диснейленд на день рождения. Но это был просто потрясающий подарок. Куча воспоминаний. У меня много... Но я больше плакала, чем она, когда мы уезжали. У меня очень много осталось всяких сувениров из этой поездки. До сих пор. Да. Ну, в общем, это просто потрясающий подарок. Это насколько на 11-летие, да? Вопрос от Майяна 007. Агент 007. Вопрос к Нюте. Очень интересно послушать об опыте наращивания ногтей. Понравилось ли? И наращиваете сейчас или сняли и ходите со своими? Я повторяю, вот они. Я их отращиваю, чтобы уже они сошли. Мне понравился этот опыте. Мне очень понравился. Я маме сказала, что я думаю, что я еще буду наращивать. Но мама попросила меня этого не делать. Я сейчас сниму и буду ходить в бассейн. И докажу, что с бассейном нереально со своими ногтями жить. Потому что там хлорка все разъедает и ногти ломаются моментально. А наращивания ногти мне очень понравились тем, что, ой, что вот я не делал, они не ломаются. Ну, тебе понравились наращивания там, на Теннерите, а не здесь. Да. Здесь будешь наращивать, они будут отваливаться. И будешь время терять и бегать где-то, что ты опять наращиваешь. Ну, посмотрим, да. Как тут это все будет. Все, наши благодарности. Следующий вопрос завтра от Екатерины Долгушиной будет. Наши благодарности. Я очень благодарна сегодня, что у нас с мамой, Сашу, есть мысли. Да, представляете? Я начала смотреть Гарри Поттера на телефоне. Говорю, мам, что ты там сказала про Гарри Поттера? Ой, а я тоже, Гарри Поттера. А я в это время красилась и думаю, что вот в прошлый раз меня Анька заставляла Гарри Поттера смотреть. А сейчас мне самой захотелось. И вот мы стали смотреть Гарри Поттера. А мы же недавно совсем смотрели. Ну, где-то полгода назад, да. Вот мы снова смотрим Гарри Поттера. Вот так вот, потому что в октябре или в ноябре выйдет новый фильм из вселенной Поттера. Ты ему уже рассказывала. Я благодарна за то, что... Господи, только что помнил. Я что-то благодарна. Ааа, за ужин. Ааа, последний ужин. За мой последний ужин. Ой, очень вкусный был ужин. Я свидетельствую, да, я видел. Больше такого долго не будет. Я съела три крылышка, картошечку вкусненькую и помидорку. Ну, теперь вы напишите самый запоминающийся подарок на день рождения, который у вас был. Самый-самый запоминающийся. И напишите, что вы сейчас смотрите или читаете. А мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Я желаю доброго уже. Счастливого дня. Пока-пока. Я люблю понедельники. С понедельника начинается новая жизнь. Умара точно.